Здравствуйте! Новости на телеканале Ника Плюс. В студии Ольга Пименкова и в начале коротко о некоторых темах нашего выпуска. Что это такое? Вот на эти вещи сертификатов нет. Ароматическая смесь или новый наркотик? Спайс в Петрозаводске можно купить без всяких проблем. Безбарьерная среда в школе и детском саду. Инклюзивное образование из проекта становится реальностью. Лесные дороги и непроходимые заросли. Для спортивного ориентирования в Карелии есть все необходимое. Россия не будет повышать экспортные пошлины на Круглый лес до конца 2010 года. Это важное для Карелии решение было озвучено на третьем российско-финляндском лесном саммите. Он прошел в Санкт-Петербурге. Карельская делегация, возглавляемая главой республики Сергеем Катанандовым, приняла в нем участие. Не исключено, что заморозка пошлин продлится и весь 2011 год. Но мораторий не бессрочный. Как заявил Владимир Путин, Россия не может смириться с ролью мирового поставщика первичного сырья. Время до 2012 года правительство нашей страны оставило, чтобы на приграничных территориях, таких как Карелия, появились совместные российско-финляндские предприятия по переработке древесины. В Финляндии и Россию связывают добрососедские отношения. Мы один из самых главных торговых партнеров в Финляндии, или наоборот, в Финляндии один из главных торговых партнеров. Это наш партнер не только в лесопромышленном комплексе. Мы занимались все, кто имел какое-то отношение к лесу, все говорили о том, что пошли наводить нельзя хором на разных уровнях. Но, безусловно, эта ситуация, она повлияла на ситуацию. Это мнение, не только общественное мнение, и конкретных товаропроизводителей, мнение экспортеров. Речь об экспорте лиственной древесины. Березу в Карелии пока не перерабатывают, поэтому ее выгодно вывозить. С хвойными породами ситуация другая. Этого круглого леса даже для наших ЦБК не хватает для полной загрузки предприятий. Федеральный центр участвует на 80% в республиканских инвестиционных программах. В этом году Москва выделила Карелии почти 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Среди лидеров по привлечению федеральных средств – Министерство культуры и Министерство образования. Возглавляет же список Министерства строительства. Только по программе автомобильной дороги ФЦП модернизации транспортной системы предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, что составляет более половины федеральных порочист средств по республике, из которых 90% – это капитальный ремонт автомобильной дороги Кола. В следующем году планируются не меньшие федеральные вложения. Республика ожидает финансовую помощь из центра на развитие транспортной инфраструктуры, культуры и спорта. Курительная смесь «Спайс» в последнее время стала очень популярной в Петрозаводске. Этот сбор трав еще называют легальной альтернативой марихуаны, потому что действие примерно такое же, но законом он не запрещен. Купить «Спайс» в нашем городе сейчас не составляет большого труда. Насколько опасен новый заменитель наркотиков, узнала Анна Шоттоева. «Спайс» – это ароматическая смесь из трав, так заявляют официальные дилеры. Молодежь, в свою очередь, называет ее легальным наркотиком, поскольку приобрести «Спайс» можно в свободной продаже, и эффект ничуть не уступает запрещенному наркотику. Вот в этом помещении представители некой фирмы, которая даже не зарегистрирована в Петрозаводске, торговали «Спайсом». 100 рублей вот за такой пакетик. Эти же торговцы сбывали «Спайс» и в Костомукше. В ходе проверки были задержаны ряд лиц. У двоих лиц тесты показали употребление наркотиков марихуаны. Один уже употребил марихуану и пришел в этот бар добавить, а второй человек употребил непосредственно там, в баре. И наказано заведение будет лишь за незаконный сбыт марихуаны, поскольку «Спайса» нет в списке запрещенных препаратов. Сотрудники наркоконтроля могут только проверить компоненты смеси. В данном конкретном случае, я еще раз говорю, что это такое. Вот на эти вещи сертификатов нет. Неизвестно. Тем более человек употребляет вовнутрь. Знаете, по практике российской мы изучали эту практику, и в сертификатах на эти «Спайсы» указывается вообще, что они начали в Западной Европе продаваться как ароматические вещества, ароматизаторы. Сегодня купить курительную смесь предлагают более тысячи интернет-порталов. На них открыто указаны телефоны курьеров. В России «Спайс» появился совсем недавно. Однако показательно, что в странах, откуда поставляют курительные смеси, «Спайс» давно запрещен. Врачи бьют тревогу. Новые заменители наркотиков могут быть опасны для жизни. И вот сейчас, 17 лет, молодой человек получает лечение по поводу зависимости. Там сложно сказать, скорее всего, на поле зависимость, то есть от нескольких веществ, но «Спайс» свою роль сыграл в том числе. Неделю назад на федеральном уровне было принято решение внести ряд компонентов этих курительных смесей в перечень наркотических. Не исключено, что пока вещества признают запрещенными, производители уже успеют придумать что-то новое. Санаторий «Марциальные воды», несмотря на кризис, продолжает развиваться. Сдан в эксплуатацию новый жилой корпус на 30 мест. Строители возвели его всего за полтора месяца, применив канадскую технологию «Экопан». Результаты строительных ноу-хау оценила Елена Малишевская. Старейший российский курорт, отметивший в этом году свое 290-летие, все больше становится похож на модный европейский санаторий. А между тем, с 1969 года новых корпусов, а соответственно и новых мест, у санатория не прибавлялось. Руководство решило не ждать милости от инвесторов и уговорило собственников санатория взять кредит на строительство. Московские строители и канадская технология не подвели. «Этот дом собран из легких конструкций. Двухэтажное здание собиралось без применения подъемного крана. Практически все собрано из этих легких панелей. Но они очень теплостойкие и довольно-таки устойчивые, самонесущие, так называются, конструкции у них. И вот они быстро ее собрали. В течение полутора месяцев здание было готово». Красиво снаружи, комфортно внутри. Двухместные номера со всеми удобствами для желающих поправить свое здоровье. А их желающих немало. «В любой кризис люди и особо начинают понимать, что отношение к своему здоровью – очень важное дело. И поэтому сегодня больной человек не нужен никому. Не в кризисе, особенно в кризисных ситуациях». Новый санаторный корпус наверняка понравится как одиноким отдыхающим, так и семейным парам. Но на этом санаторий не остановится. Специально для больших компаний и, в частности, для молодежи уже в ближайшее время будут строиться шесть коттеджей. Так что в следующем году количество мест в санатории «Марциальные воды» увеличится еще на 50. О необычной, обычной истории расскажем после рекламы. Оставайтесь с нами. Они уходят от нас. Многих уже не вернуть. Многих еще можно спасти. Задумайтесь. Сохраним этот прекрасный мир. Современные кухни. Мягкая и корпусная мебель. Кредит. Бесплатная доставка. Настроение вашего дома. В салоне мебели «Адмирал». Правды 36Б. Чего мы только не делаем, чтобы похудеть. А теперь посмотрим, как на жир воздействует озон. Разница видна и ощутима. Бесхирургическая липосакция. Бензопилы «Хускварна» в сервисном центре «Альха». Только до 31 октября. «Хускварна» 137 всего за 7500. «Хускварна» 142 всего за 9000. Сервисный центр «Альха». Первомайский 82. Телефон 77-1107. Думаете, так одеваться вам не по карману? А теперь отбросьте сомнения. Магазины компании «Ройл» предлагают красивые и качественные вещи по заманчивым ценам. «Ройл». Цены, которые удивляют. Магазины компании «Ройл». Компания «Век стеклов» – лидер на рынке пластиковых окон Карелии. Мы задаем высокие стандарты, к которым стремятся другие. Мы гарантируем качество и надежность. Завод современных строительных технологий «Век стеклов». Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Продолжаем. Инклюзивное образование проекта, о котором в Карелии говорят уже не один год. Он предполагает создание для детей с ограниченными возможностями условий, которые позволят им обучаться вместе со здоровыми сверстниками. Пока дети-инвалиды могут посещать только 108-й детский сад в Петрозаводске. В следующем году смешанные группы должны появиться в двух школах республики. Смешанные группы в этом детском саду появились не так давно. Раньше маленькие воспитанники с тяжелейшими врожденными недугами находились в группах специальных. Многие находятся здесь целый день, но обязательно сопровождающим. Обычно это родители или родственники. Находиться среди своих сверстников маленькой Софьи безмерно нравится. А для папы Александра счастливые глаза дочери – лучшая награда. Как бы видя здоровых детей, они стремятся к тому же самому, повторить все, сделать так же. И как бы намного интереснее и веселее. Я, например, с сада не могу собрать. Мы со слезами выходим. Проект «Инклюзивное образование» предполагает, что дети, которых не принимало ни одно образовательное учреждение, придут в любую школу или детский сад по месту жительства. Однако, чтобы проект заработал на деле, необходимо еще многое сделать. Во-первых, условия. Это пандусы, подъемники, кабинеты лечебной физкультуры. Кроме безбарьерной среды, в школе или детском саду должна быть медицинская, коррекционная и психологическая поддержка. Менять нужно и сами образовательные стандарты. Не то, что переучивать, а вот опытных педагогов надо доучить, так скажем, или научить, как он должен вести себя, заботясь обо всей группе и не забывая вот этих вот детей, да, у которых вот особенности свои и которые со взрослыми, не забывайте, в одной же группе находятся. Нормативы сегодня у нас такие есть, подушевого финансирования. И надо сказать, что сегодня уже 46% таких детей готовятся к поступлению в образовательные учреждения и дошкольные образовательные учреждения. Готовить будут и родителей. На реализацию проекта уже выделено 4 миллиона рублей. Также определены две пилотные территории, где начнет работать проект. Это 34-я школа в Петрозаводске и школа в поселке Хилюля Сартовальского района. В Музее изобразительных искусств открылась выставка «Отец и сын», где собраны работы Сула и Олега Юнтуниных. Переоценить значение этих художников для Карелии невозможно. Творчество обоих посвящено природе нашего края. При этом они очень разные. Каждый для своего времени новатор. Оба на все времена мастера с большой буквы. С выставки Илона Румянцева. Оба художника завершили свой земной путь. Оба до обидного рана. И мало о ком говорят с такой живой любовью, как об этих отце и сыне. Пейзажист, большую часть работ посвятивший Карелии, ее глубинке и нетронутой природе, и созидательному труду Сула Юнтанин заставляет велеречивых музейщиков говорить о нем взахлеб, глотая окончание. Представьте, время после войны, да, началось строительство, освоение новых земель, создавались новые заводы. Как это воспринималось позитивно? Новая жизнь, что-то хорошее нас дало впереди. Знаете, как он верит в это, да? На открытие собрались его друзья и ученики. Народный художник России Борис Поморцев научился своей народности у Юнтунина, трудная жизнь которого заставила учиться на художника почти самостоятельно. 25 лет вместе в одном союзе пришлось жить, работать. И это большое для меня было счастье, удовольствие и награда, как говорится сверху, что рядом был такой человек. Он и сына научил чувствовать каждую былинку, каждый вздох ветра. Но если у отца природа радостно покоряется человеку, то у Олега настроение другое. Он сам покорен ее величием. И у него та же стихия, что отца — это вода, это камни. Ощущение человека, как какой-то былинки, наверное, в мире. Потому что, несмотря на фрагментарность, казалось бы, вот он берет маленький кусочек природы, но в нем какая-то космическая мощь. Стрелка в чуме, который выстроил в музей художник Зорин, указывает на север, куда его Олег Юнтунин водил с собой каждый год. Там напитывался другим миром, который потом воплощал в гравюры. У меня сохранились фотографии, где снег, где ветер, где укрыться негде, где они мокрые. У них даже толком палатки-то не было. Но они такие счастливые. Когда Володя этого лишился, ну вот Олега нет, им надо куда-то идти. Идти не с кем. И вот эта пустота, вот она у него не заполняется. Их не хватает. И всех, кто соскучился по этим людям, а также истосковался по достойному искусству, потому как на самом деле хороша Карелия, все могут прийти в музей. В Кондопоге прошли соревнования по спортивному ориентированию Карелия «Парк Тур». Попробовать свои силы в этом виде спорта могли все желающие. Однако для зрелищности в город Бумажников пригласили и сильнейших спортсменов республики. Это был своего рода мастер-класс для начинающих ориентировщиков. Эфимов Чинников с подробностями. Мы в Кондопоге здесь проходят соревнования по спортивному ориентированию. Этим видом спорта в Карелии занимаются уже 40 лет. Он весьма популярен. Только из Петрозаводска в город Бумажников приехали 150 спортсменов. Ориентирование неспроста так популярно в Карелии. Для этого вида спорта в нашей республике есть все необходимое. Лесные дороги, поляны и непроходимые заросли. В чем кайф? Встаешь в 11 утра, в воскресенье идешь в болото купаться. Вот и кайф. Каменные джунгли для ориентирования тоже как нельзя кстати. Дистанция в 2,5 километра проходит мимо гаражей, старых сараев, жилых домов, по городским паркам и скверам. Маршрут следования спортсмены узнают за несколько секунд до старта. Мне кажется, это интереснее, чем просто легкатлетико бегать со смыслом, а не просто по кругу, как обыкновенные любители спорта. За ориентировщиками непременно наблюдают врачи. Не такой уж это безобидный и безопасный вид спорта. Профессиональный спортсмен Денис Глазунов засмотрелся на карту и не заметил торчащий из гаража кусок арматуры. Между гаражей бежал, зацепился. В парковом ориентировании традиционно сильны спортсмены из Петрозаводска. Они и заняли все призовые места. Ну а место проведения соревнований Кондопогу выбрали не случайно. Главная цель сделать ориентирование популярным в районах. В условиях кризиса недорогой вид спорта как нельзя кстати. Он мастер монтажных работ, она психолог Карельской педагогической академии. Встречались полтора года, теперь решили пожениться. Обычная история, если бы не одно но. Он попросил ее руку и сердце с помощью рекламного баннера. Об этом необычном по форме предложений мы рассказывали в нашем выпуске новостей. Через две недели последовало продолжение истории. Как она говорила, да, предлагаем посмотреть без комментариев. Алло, приходи. Я его люблю и я сразу. Я рад. Такое предложение, ну, нельзя понижать планку. Мне пришлось подумать две недели не над тем, что ответить, а над тем, как ответить. Согласна я была давно. В нашем городе бьются сердца, это здорово. Поздравляем! 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 Это все на сегодня. Ищите наши новости в интернете на сайте никодефисmedia.ru. В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и удивляйте друг друга. Учебный центр «Инфосфера» приглашает на курсы профессиональной подготовки. Бухгалтерский учет и отчетность. Кадровое дело. Офис-менеджер 1С. Компьютерная графика. Учебный центр «Инфосфера». 57-20-21. Мы строим новые дома. Вы начинаете в них новую жизнь. КСМ. Будущее строится сейчас. Уникальное издание по специальной цене. Энциклопедия «Карелия». Второй том. Спрашивайте в магазинах города. И по специальной цене 650 рублей в издательском доме «Петропресс». На профессионалов спрос растет. Государство о них заботится. Кто в профессиональное училище пойдет, не столкнется с безработицей. Поступай без экзамена, получай стипендию и жилье. Учись и в будущее смотри смело. Будет профессия и будет в жизни твое настоящее дело. Салоны мебели «Формат» представляют. Многофункциональные кухни собственного производства. Встраиваемая бытовая техника. Шкафы-купе и другая корпусная мебель по вашим размерам. Салон мебели «Формат». Теперь и на «Энгельсе-17». Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. В магазине «Позитроника» ты купишь ноутбук в кредит без первоначального взноса. Круто! «Позитроника». Гоголевский центр. Ах, если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась. Питьевая вода приходит в наш дом сложным и долгим путем. Чистая питьевая вода приходит к нам легко и быстро. Северный источник. Доставка питьевой воды «Карельская жемчужина» на дом и в офис. Телефон 78-43-49. С каждым десятым заказом из суши «Борозен» презент на тысячу рублей. Доставка такси 057. Вот ваш паспорт здоровья. Сейчас я конкретно вам расскажу, что мы у вас выявили. То есть вам доктор поставила вторую группу здоровья. Это значит, что у вас есть риск развития заболевания. Какой риск? Мы сейчас посмотрим. Паспорт здоровья – это новый документ, введенный Российским министерством здравоохранения и соцразвития в этом году. Однако получает его только тот, кто прошел дополнительную диспансеризацию. Вторая поликлиника уже четвертый год проводит дополнительные обследования на основании нацпроекта здоровья. За это время осмотрено уже более 6 тысяч человек. Диспансеризация, она проводится всем работающим, независимо от возраста, на бесплатной основе при наличии полиса медицинского страхования. Вот эти требования обязательны. Если человек проходил уже диспансеризацию или медицинский осмотр за эти годы, то на основании приказа Минздрава Российской Федерации повторно мы его взять на дополнительную диспансеризацию уже не можем. Вы знаете, люди вообще идут охотно, охотно и даже очень часто. Вот я непосредственно в тесном контакте с этими людьми, которые прошли диспансеризацию. Почему? Потому что я выдаю им вот такой документ, который называется паспорт здоровья. Это паспорт здоровья, документ, который введен в этом году. И обязательно каждый пациент, ну по его желанию, конечно, он получает такой документ себе на руки. И в этот документ занесены все данные об обследовании функциональной диагностики, лабораторных исследований, осмотра врачей, которые все записывают все сюда. И выдавая вот такой паспорт здоровья с каждым пациентом, я лично беседую и говорю, что выявлено, на что обратить внимание, почему надо, чем можно быстро, быстрее подойти к своему лечащему врачу. А если мы во время диспансеризации выявляем какие-то изменения маммографии, предположим, да, серьезные, то мы не ждем, когда мы все документы будем передавать в другую поликлинику по месту жительства. Мы вызываем эту женщину или вызываем мужчину и говорим, что вот этот анализ не совсем нам нравится, даем копию, предположим, маммографии и говорим, мы просим вас записаться в маммологический центр на консультацию к врачу-маммологу. И женщины идут. Цель диспансеризации с помощью экспресс-диагностики выявить хронические заболевания, которых пациент раньше не знал, а также риски заболеваний. По итогам диспансеризации этого года уже можно сделать выводы, и они неутешительные. Только вслушайтесь и вдумайтесь в эти цифры. 3233 хронических заболевания были выявлены у 1313 человек. Из наших осмотренных холестерин выявлен у 16,3% из осмотренных, а сахар крови у 9%, изменения на ЭКГ у 11% пациентов. А это очень высокие показатели. Диспансеризация длится всего пару часов, и за это время вас успевают осмотреть 5 специалистов. Терапевт, хирург, невролог, офтальмолог и акушер-гинеколог. Кроме того, вы сдаёте целый перечень различных анализов, в том числе и анализ крови, посредством которого можно обнаружить в крови даже онкомаркёры, а уже с их помощью определить, есть ли у человека онкологическое заболевание. Я думаю, что диспансеризация нужна. Я проходила, когда работала на предприятии, от родных, что нас организованно отправили на диспансеризацию всей командой нашей рабочей. И это очень хорошо знать, в каком состоянии здоровье твоё. Мало ли, кто-то что-то выявил на данном этапе. Ну и анализы сдать, чтобы убедиться, что всё хорошо. Это мне очень нужно. В рентгенкомбинете ищут две необходимые для прохождения и спонсеризации процедуры. Флюорография для всех и мамография для женщин старше 40 лет в обязательном порядке. Патологий, к сожалению, много, но этот способ исследования мамографической при дополнительной диспансеризации позволяет выявить онкозаболевание в ранних стадиях. Это самое главное. Потому что в прошлом году у нас выявлено 11 случаев рака молочной железы при этом исследовании. В этом году за 9 месяцев 9 случаев выявлено рака молочной железы на ранних стадиях. Не запущено. Ещё одна напасть – ухудшение зрения у населения. Большая зрительная нагрузка, компьютер на работе и дома. Почти у каждого участника диспансеризации жалобы на усталость глаз. Это называется офисный синдром или синдром сухого глаза. За счёт того, что человек смотрит непрерывно в компьютер, вот так вот как, то за счёт этого это как раз слегка пересыхает роговичка. И отсюда появляются рези в глазах. К концу дня очень сильная усталость, краснота и колебания остроты зрения. То есть с утра мы встали, вы вроде видите нормально. К концу рабочего дня пришли мало того, что у вас глаза покраснели, слезятся, то вам кажется, что вы ещё видите хуже. Снизить риск заболеваний глаз можно. Необходимо каждый час работы на компьютере делать перерыв и как можно чаще моргать, смачивая тем самым роговицу глаза. Эти и другие советы дадут вам в поликлинике в зависимости от обнаруженного заболевания. Однако есть и универсальные рекомендации. У тех, кто находится в движении, не курит и не злоупотребляет спиртным, всегда меньше проблем со здоровьем. В магазине Позитроника ты купишь ноутбук в кредит без первоначального взноса. Круто! Позитроника. Коголевский центр. Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. С каждым десятым заказом из Суши Борозен презент на 1000 рублей. Доставка такси 057. Обувь, которая привлекает внимание. Обувь, готовая к любой погоде. Обувь на Невского 63. Ральф Рингер для нового сезона. Женские модели, широкий размерный ряд. Выбирая обувь, зайдите на Невского 63. Рекламное агентство «Прома». Включаемся и работаем. Как телевизор. Прогноз погоды представляет Северная меховая компания. Теплые натуральные шубы из норки, бобра, андатры и лисы, выполненные в лучших традициях русских меховщиков для северной зимы в магазинах Северной меховой компании. Молодежный и классический дизайн. Качество, проверенное временем. Огромный выбор головных уборов. Кредит. Пошив шуб под заказ. По прогнозу Карельского гидрометцентра, 27 октября ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью 1,3, днем 4,6 градусов тепла. Ждем вас в магазинах Северной меховой компании по адресам. Меховая одежда, меховой салон, улица Горького, 7 и 15, Северное сияние, торговый центр столицы, второй этаж. На 27 октября, по данным Банка России, установлен следующий курс валют. Доллар США, 28 рублей, 94 копейки. Евро 43 рубля, 50 копеек. Полезная информация бесценна. Смотрите Неку Плюс и будьте в курсе, господа.